Продолжение следует... 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 По ОГЭ. Это письменная устная часть. В устной части мы с вами рассматривали чтение текста вслух, диалог-распрос, иммунологическое высказывание и детально обсудили варианты преодоления этих трудностей. Все касалось именно лексики, грамматики и эти самые материалы могут вам помочь также в преодолении трудностей в письменной части. Поэтому еще раз повторюсь, сегодняшний вебинар это больше как рекомендации, на какие детали стоит обращать внимание при выполнении того или иного задания и алгоритм выполнения нашей письменной части, которая делится в свою очередь на аудирование, чтение, грамматику и лексику и письмо. Ну что ж, как вы считаете, уважаемые коллеги, а с какими трудностями можно столкнуться при подготовке уже к письменной части? Пока вы комментируете, я выделяю основные такие вот главные типичные ошибки в письменной части следующие. Экзаменуемые не соотносят ключевые слова в вопросах и в аудиотекстах, если мы с вами говорим об аудировании, не умеют игнорировать ненужную информацию. Экзаменуемые неверно заполняют бланк ответов, также пренебрегают контекстом и дают ответ на тестовый вопрос, основываясь на значении только отдельного слова. Хотя, если мы выполняем с вами аудирование или чтение, очень важно понимать не перевод всего полностью текста, а именно непосредственно общий смысл. Понимание именно общего смысла, а не отдельно каких-то слов, поможет правильно выполнить задание. Также наиболее трудными доэкзаменуемых это, естественно, видовременные формы глаголов и ошибки в использовании форм именно страдательного залога. Конечно же, не стоит забывать и о человеческом факторе. Это может быть все, что угодно. Например, элементарное чрезмерное волнение, незнание формата заданий именно письменной части, невнимательное чтение заданий, что приводит также к плачевным последствиям, ученики могут терять баллы, и соблюдение временных ограничений, и незнание формата самого экзамена. То есть, когда ученик приходит на экзамен, не зная конкретно, что от него будет требоваться. Поэтому очень важно при подготовке к экзамену давать подобные упражнения, подобные аудирования, тексты для чтения, чтобы ученик знал, что от него будет требоваться. Итак, переходим теперь непосредственно к элементам нашего экзамена. И первое задание, с которым столкнутся наши ученики, это аудирование. Время на выполнение заданий по аудированию 30 минут. Все задания записаны уже вместе с инструкциями и паузами, предусмотренными для ознакомления с вопросами и самопроверки ответов. При подготовке рекомендую тренироваться выполнять задания раздела аудирования именно в формате, который предлагает сам экзамен. И само аудирование делится на три основных задания. Первое, на что нужно обратить внимание при подготовке к экзамену, именно в этом разделе школьникам предлагается задание, например, номер один, это понимание содержания прослушанного текста, то есть понимание именно главной темы, идеи диалога, требуется определить место, в котором данный диалог может иметь отель, магазин, больница, аэропорт, такси и так далее. Максимальный балл, который можно получить за успешное выполнение задания номер один, четыре балла. Задание номер два, это понимание сути высказывания. Здесь необходимо выделить главную мысль каждого из пяти говорящих, он либо она, говорят о любимом школьном предмете, или даже, например, о помещении своего класса, и аналогично здесь присутствует один лишний ответ, всегда будет один лишний ответ. Максимальный результат, который можно получить, это пять баллов. Третье задание, это понимание деталей и специфической такой вот информации в тексте. В заданиях из трех предложенных вариантов требуется выбрать один в соответствии с услышанным, например, указать, в какой стране живет семья героя или назвать его хобби. Максимальный результат за успешное выполнение данного задания шесть баллов. Какие же могут быть основные трудности в аудировании, уважаемые коллеги, не забывайте комментировать. Я выделяю несколько основных, ключевых таких вот трудностей, которые, с которыми сталкивается непосредственно ученик. Это незнакомая тема. Незнакомая тема подразумевает, если, например, мы говорим о, например, ситуация происходит в банке, и ученик не воспринимает на слух те ключевые слова, которые он слышит. Соответственно, если тема не была проработана заранее, до экзамена, да, хотя бы примерно, то могут возникнуть такие вот трудности. Конечно же, знание языка. Это лексико-грамматика. То, о чем мы говорили с вами на вебинаре «Посвященный уст на части». И вот там вот детально описано, какие задания могут помочь. Вот уже коллеги Елена пишут нам, да, «быстрый темп речи». Совершенно верно. Одно из самых ключевых таких особенностей. Именно связная, быстрая речь. И, конечно же, невнимательный. Может быть, ученик, когда он по невнимательности не так перенес то или иное задание в банк ответов или невнимательно прочитал ситуацию и неправильно понял смысл и так далее. Поэтому при подготовке к лудированию очень важно, чтобы ученик привыкал постепенно к особенностям произношения именно носителя языка. Будь то детская речь или взрослая речь, чтобы ученик конкретно знал, какие есть особенности при выполнении данного задания. Итак, какие же могут быть у нас с вами рекомендации при выполнении этого задания? Все на самом деле очень просто. Но хочу сразу отметить, что одной из таких вот самых больших ошибок многих учеников, выполняющих задания по аудированию, бывает игнорирование самих заданий перед прослушиванием. Ведь уже половина успеха здесь – это работа с заданиями на этапе перед прослушиванием аудио. Поэтому очень важно внимательно прочитать, настроить уши на тему, о которой пойдет речь, подчеркнуть ключевые слова в каждом вопросе, попробовать предсказать ответ или лексику, которую можно услышать. То есть очень важно записывать ключевые слова, проверять свои ответы при повторном прослушивании, чтобы не оказалось, что по невнимательности был упущен какой-то важный факт, и не оставлять пробелы, то есть вопросы без ответов. Так как, во-первых, всегда есть шанс угадать правильный вариант, если совсем все туго, но важнее не ошибиться при переносе в лист ответов, то есть по невнимательности, если, например, очень частое явление, ученик оставляет свободное место на потом, забывает об этом и переносит уже ответы подряд в бланк ответов. И, соответственно, происходит сдвиг, и ученик теряет свои баллы. Этого допускать нельзя, поэтому очень важно, чтобы хоть какая-то идея была записана, чтобы вдруг он действительно правильно ответит на вопрос. Вот давайте мы с вами разберем пример выполнения от первого задания в нашем аудировании. Очень важно обращать внимание непосредственно на сам контекст. Лучший способ именно развития навыков аудирования – это именно понимание общего смысла, а не отдельных каких-то слов. Вот, например, у нас с вами ситуация, да, вот необходимо определить, где происходит диалог. Вот, возьмем первый пункт – at the airport, в аэропорту. Первое, на что нужно обращать внимание, это подобрать ключевые слова, выписать их или вспомнить, да, какая лексика может присутствовать, если, например, речь идет об аэропорте. И сделать предположение, о чем будет речь в данном диалоге. Вот, уважаемые коллеги, если мы говорим о ситуации at the airport, в аэропорту, какие сразу же ключевые слова появляются у вас? Какие лексические единицы вы бы использовали для ключевых слов? Вдруг они будут уже присутствовать в диалоге. Это будет очень большой процент успеха. Вот Анна нам пишет. Нам пишет Настя, Мария, Оксана, Flight, Gate, Departure. Совершенно верно. Вот, at the airport, ключевые слова. То есть, данные ключевые слова уже нам, если мы их слышим, помогут определить, где именно происходит диалог. То есть, мы с вами воспринимаем уже речь и понимаем общий смысл. Также можно сделать предположение, что, например, someone is waiting for his flight. A person might go on holiday, business trip or abroad. Предположение в следующем, да, кто-то, возможно, ждет свой вылет. Возможно, человек едет в отпуск, в командировку или за границу. То есть, постараться предугадать, о чем же все-таки пойдет речь. Это также поможет ученикам в правильном ответе на тот или иной вопрос. И вот в таком случае можно делать аудирование. Как же подготовиться к аудированию? Важен именно вот сам контекст, именно общий смысл. Вот, например, самое простое, что можно сделать, взять какой-либо текст, например, healthy eating, да, спросить, первый вопрос ученикам задать, о чем, возможно, мы с вами будем слушать в этом аудировании. И, конечно же, это будет здоровая пища, возможно, те витамины, которые в них содержатся, калории и так далее. Далее прослушать и необходимо вставить слово в пропущенную строку материала, который вы раздали. Далее можно задачу упростить, дать варианты ответов, которые, возможно, использовались в той или иной строчке, там, где у нас пропуски с вами стоят, или, наоборот, дать созвучные слова, которые можно, с которыми можно перепутать то или иное слово. Очень действенный вариант. Также, естественно, беспроигрышный вариант при подготовке к аудированию именно контекста – это песня. Очень хорошо идет Beatles, Frank Sinatra, именно вот классика жанра. Детям всегда очень нравится, и тем более, что песни очень хорошие. Опять-таки, можно дать песню с пропущенными отдельными словами, фразами, или можно сделать следующим образом также беспроигрышный вариант, проверенный в действии – это когда мы песню под каждую либо строчку, отдельный куплет, приводим в пример иллюстрацию, то есть показываем картинками общее содержание песни, а дальше у учеников спрашиваем, а о чем конкретно здесь говорилось. Ваши предположения. Вот они и прослушали песню, и в то же время примерно просмотрели подготовленные нами иллюстрации, уважаемые коллеги, которые раскрывают общий смысл. Или же можно, например, включить видео без звука, всегда есть, или в презентацию, и далее спросить, а о чем же говорилось в этом видео, или о чем шла речь в презентации. Ведь они видят ключевые какие-то моменты, слова, например, либо действия, которые происходили на экране, и уже они могут высказать свою мысль, конкретно о чем шла речь, что произошло и так далее. И вот такие вот мини-упражнения помогут дальнейшим нашим ученикам без труда выполнять данные упражнения. Но опять-таки, упражнения нужно подбирать под уровень подготовки, под индивидуальные особенности каждого ученика, чтобы им было интересно выполнять данные задания. Теперь, уважаемые коллеги, мы с вами перейдем непосредственно к следующему этапу. Это чтение. За чтение максимально можно получить 15 баллов. Раздел состоит из двух заданий. Первое задание – это прочитать небольшие тексты и соотнести их с заголовками. И второе задание – это соответствие высказывания предложенному тексту. True, false или not stated. Типичные ошибки, на мой взгляд, очень просты. Они постоянны у учеников. Элементарно – это невладение данным способом чтения. Именно когда мы говорим о заголовках. Также происходят попытки перевести текст. И невнимательное чтение текста. Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что необязательно переводить текст. Поскольку если ученик, например, встречает неизвестное слово, все, на этом его чтение текста закончилось. И из-за одного слова он может растеряться, он может неправильно понять перевод данного слова и так далее. Поэтому очень важно приучить детей к тому, чтобы они обращали внимание именно непосредственно на сам смысл целого текста. Ну что ж, первое задание в чтении – это понимание основной идеи отрывков текстов. В результате будет 7 отрывков. Они связаны общей темой между собой чаще всего, и их необходимо соотнести друг с другом. Отрывки и заглавия, отражающие основную идею. Всегда присутствует один лишний ответ. Максимальный результат – это 7 баллов. Необходимо прочитать бегло все отрывки и понять основную идею каждого, перед тем, как перейти уже к выполнению данного задания. Прочитать варианты заглавий. Опять-таки, выделить те, на которые после первичного прочтения можно сразу дать ответ по мнению учеников. Подчеркнуть синонимы в абзаце и предполагаемом варианте заголовка, дабы упростить задачу. Также, еще раз хочу отметить, что задание не предполагает дословный либо построчный перевод каждого отрывка текста. Нам важен смысл. От учеников требуется понимание главной идеи. И чаще всего, такой вот лайфхак жизненный, чаще всего именно первое предложение каждого отрывка – это и есть хорошая подсказка. Ведь именно в первом предложении чаще всего есть, скажем так, основная идея полностью всего отрывка. Поэтому очень важно обратить внимание и обращать внимание наших учеников именно на первую строчку в тексте. Вот давайте мы с вами постараемся выполнить примерное задание, первое, которое – это соотношение заголовков и мини-текстов. Он между собой связан. Вот, например, мы с вами говорим о правилах, да, rules and regulations, правила. И первое, на что нужно обращать внимание, это какие ключевые слова могут быть в этом мини-тексте. Вот, например, restrictions to keep order, да, то есть есть какие-то запреты, которые требуют поддержания, сохранения порядка. Также нужно помнить, если мы говорим о правилах, то обязательно могут встретиться глаголы, такие как allow, позволять разрешать, либо let, верно? И уже зная и видя данные слова и прочитав общий смысл, да, понять, о чем идет речь, уже намного проще будет выполнить данное задание. Встречаются, да, такие вот нюансы, когда, например, слово restriction, оно может быть незнакомо нашим ученикам, поэтому очень важно при подготовке как к такому роду упражнений давать именно синонимы, которые могут встречаться в данных заданиях. И эти синонимы необходимо разбирать именно в контексте, не просто отдельными словами давать. Это будет именно такая вот ошибка, когда ученики начнут их просто заучивать, да, не понимая, в каком именно смысле можно использовать данное слово. Поэтому очень важно давать синонимы непосредственно в контексте, который в дальнейшем им поможет уже правильно это слово понять и употребить, не только в устной речи, да, но еще и в письменной. Поэтому дабы им, ученикам, было проще выполнять определенные такие вот задания, то, естественно, лучше всего отрабатывать приближенно именно к формату экзамена. Второе задание у нас в чтении – это умение находить такую вот специфичную информацию уже в целом тексте. Один такой вот достаточно большой законченный текст именно повествовательного содержания. В задании 8 утверждений с тремя вариантами ответов на выбор. True, false, not stated. То есть верно, неверно и не сказано. Если верно, то утверждение соответствует тексту. Если неверно, утверждение противоречит тексту. А если не сказано, то в тексте отсутствует информация о данном факте или донат частично. Максимальный результат, который нужно получить – это 8 баллов. Итак, вот, например, да, необходимо для начала перевести заголовок текста и попробовать догадаться, опять-таки, о чем пойдет речь. Вот нам пишет Татьяна Виктором, на что не сказано, вызывает определенные трудности. Да, и очень часто дети путают не сказано с тем, что ложно, false. Дабы акцентировать на это внимание, необходимо обращать на такие вот детали. Если даны какие-то частичные факты, не сказано конкретно, например, было это какое-то событие, произошло или нет. Вот такие вот моменты помогут ученикам правильно отвечать на данные вопросы. Если факт дан частично, тогда этого не было в тексте. А если есть противоположное какое-то значение, тогда это будет ложью, неправда. Мы сейчас с вами в примере выполнения задания как раз вот на этот момент и обратим с вами внимание. Также необходимо внимательно прочитать каждый вопрос, а еще лучше с него и начать. Именно просмотреть вопросы, конкретно чтобы понять, о чем пойдет речь, подчеркнуть ключевые слова, найти в тексте нужное предложение с ключевыми словами, если таково будет в этом тексте. Вот смотрите, пример задания. Canadian English. Каждый вопрос, который будет представлен в таком вот задании, такого формата, будет соответствовать чаще всего, конечно же, своему абзацу. Поэтому очень важно понимать, что какая-то часть информации уже вскрыта непосредственно в том абзаце, который мы с вами читаем. Вот, например, читаем вопрос. То, что французский был представлен в Канаде еще до английского, то есть появился там раньше всего. Теперь, что же у нас с вами получается непосредственно в самом тексте? Говорится лишь то, что канадский английский это один из государственных языков в Канаде, за пределами территории Клебека, где французский доминирует, где он главный язык на территории Клебека. И 75% говорят на этом языке населения. Здесь как раз вот конкретно не сказано, что именно французский является первым языком. Здесь нет противоречия. Не говорится в тексте о первом языке, а речь идет просто о превосходстве французского языка. Поэтому ответ not stated. Вот на такие вот мелкие детали стоит всегда обращать при разборе данных заданий наших учеников, чтобы они понимали, на какие мелкие детали им стоит обращать внимание при выполнении такого рода заданий. И наша основная задача, уважаемые коллеги, это научить учеников анализировать текст, чтобы они понимали конкретно, что говорится. То есть учить их правильно искать информацию в тексте. Вот вебинаре по устной части и на вебинаре по развитию критического мышления, который я также давал, вот там вот есть конкретные элементы, как правильно работать с текстом. Переходим к следующему этапу. Это грамматика и лексика. Значит, грамматика и лексика содержат 15 заданий. 9 заданий – это проверка грамматических навыков употребления формы слова. И 6 заданий направлены на проверку лексико-грамматических навыков образования. Можно получить суммарно максимум 15 баллов. В разделе грамматика и лексика Типичными ошибками являются именно формы неправильных глаголов и пассивный залог. Работа над ошибками, включающая в себя именно разбор причины ошибку, работа с теоретическими материалами, выполнением упражнений для закрепления, может именно помочь справиться с данными заданиями. То есть стараться опять-таки анализировать ошибки, чтобы ученики обращали на это внимание, а не просто брать и проверять. Да, верно, неверно и так далее. А конкретно прокомментировать. С нашей стороны это очень важный такой вот аспект, когда мы не просто укажем на ошибку, а еще и объясним, почему это та или иная ошибка. Вот. И смотрите, теперь давайте мы с вами обсудим именно вот типичные ошибки, которые можно встретить. Первое, что, на мой взгляд, самое такое вот основное, ключевое, это именно отработка грамматики в отдельных предложениях, а не в связанном тексте. Ведь именно по формату экзамена даны связанные тексты, которые имеют общий смысл, общую идею. И очень важно, чтобы грамматику, да, вот мы выполняли непосредственно в этих вот связанных текстах. Ведь когда мы даем грамматику в отдельных предложениях, которые, скажем так, дают ту или иную ситуацию, не всегда может быть эффективно. А когда мы видим целый контекст, связанный между собой, намного проще выполнять такого рода задания. Также не стоит забывать, что очень часто грамматику рассматривают как систему времен. Также изучаются какие-то отдельные лексические единицы. А ведь очень важно давать непосредственно лексику уже в контексте. И максимально эту лексику давать к теме урока. Также неправильное написание слов. Идем с вами дальше. Если мы, например, говорим о, говорим с вами о грамматике в целом, да, ну, например, о местоимении, скажем так, да, ученику необходимо сразу же постараться научиться определять, какое именно это местоимение, личное или протяжательное, например. Если это прилагательное наречие, то в какой степени нужно его поставить? Если, например, это очистительное, то какой суффикс требуется, чтобы преобразовать это очистительное и так далее? То есть очень важно научить ребенка именно анализировать, какая конкретная часть речи сюда больше всего подойдет. Поэтому нужно приучить в самом начале прочитать текст и слова, прежде чем начать их заполнять, чтобы была общая картинка, о чем идет текст. Подсказка на выбор правильной формы не обязательно находится в самом предложении, она может быть в тексте, то есть важен контекст. Также внимательно необходимо проанализировать предложение вот таким вот способом. Вот, например, пример задания. The flood. Потоп. Вначале необходимо прочитать бегло текст и слова, которые нам необходимо заполнить. Вот, например. In August the weather was just crazy. It rained nearly every day. The river started getting high, but I didn't think anything bad was going to happen. Вот, смотрите. Если после get идет, например, прилагательное, high, высокий, то прилагательное чаще всего принимает форму сравнения. Getting higher. Становится выше. Вот такая вот мелкая деталь. Уже ученику намного будет легче справиться с этим заданием. И вот так вот можно выполнить целое задание. Get имеет несколько значений. И в нашем случае здесь указывается на непрерывный процесс, что становится выше и выше уровень воды и так далее. В реке уровень воды и так далее. То есть после get мы чаще всего будем использовать именно степень сравнения. Вот таким вот образом, обращая, опять-таки, внимание на какие-то мелкие детали, ученику будет намного проще справиться с таким видом упражнений. Предлагаю вашему вниманию несколько примеров тренировочных заданий. Вот, например, WordUpGame и подбор слов по основе. Уважаемые коллеги, данные варианты, примеры заданий вам знакомы? Возможно, вы их используете. Может быть, они просто слегка по-другому называются. Но, тем не менее, давайте мы с вами их рассмотрим, дабы в дальнейшем было проще готовиться к таким заданиям. Вот, например, WordUpGame. Мы даем табличку суффиксов, да, если мы говорим о видоизменении формы слова. Необходимо подобрать правильные суффиксы и составить новые слова за определенное время. Пара, которая составила большее количество слов, условно может получить плюсик. Пары далее меняются местами со своими соседями, получают списки правильных слов и проверяют правильность слов, уже составленных соседями. То есть, они проверяют друг друга. И та пара, которая сделала меньше всех ошибок, получает плюсики. Естественно, необходимо, очень важно разобрать по группам, какие суффиксы, к какой части речи будут относиться. И таким вот образом можно закрепить уже использование того или иного суффикса. Вот такая вот простая игра. И появляется дух соперничества в то же время, поскольку необходимо это сделать за отведенное время. То есть, время должно быть ограничено. Далее идет подбор слов по основе. Все очень просто. Берем, например, глагол. Вот в нашем случае develop. Если глагол, на ваш взгляд, незнаком, либо глагол приближен к теме вашего урока, тогда переводить его не обязательно. Нам необходимо далее дать, скажем так, те слова, которые можно из этого глагола получить. Но дать именно слова в переводе по-русски. Разработка, разработчик, разрабатывание, разработанный. И далее, если вы проработали, естественно, те или иные суффиксы, которые будут далее составлять ту или иную часть речи, то ученикам будет намного проще. Вот ученики уже точно будут знать, что разработка, существительная, необходим в суффикс meant, development. А если мы говорим о профессии, разработчик, то чаще всего мы добавляем суффикс er, developer. И далее, разрабатывание. Да, если у нас есть какой-либо процесс, тогда добавляем ing, developing. А если у нас уже есть какой-то готовый продукт, разработанный, тогда иди, developed. Вот именно по такому примеру можно очень хорошо и быстро запомнить использование тех или иных суффиксов. Задание, между прочим, действенное, можно использовать как woman up, например, или использовать ближе к концу урока. Например, вы подводите какой-то итог, и пока вы это делаете, даете им вот такое вот вводное задание. Такое вот задание очень хорошо способствует именно запоминанию суффиксов. И им в дальнейшем проще использовать эти слова. Но очень важно не просто давать такое упражнение, а далее просить детей использовать эти слова в контексте, чтобы они понимали конкретно, в каком случае можно то или иное слово использовать. Теперь переходим, на мой взгляд, к одной из таких вот сложных частей. Это письмо, где требуется написать ответ на письмо другу, опираясь на информацию, изложенную в задании. Время, отведенное на выполнение задания, 30 минут. Максимальный результат, который можно получить, это 10 баллов. Письмо – это последний раздел, который наиболее ярко отражает уровень знаний языка. И для успешного выполнения письменного задания необходимо не только правильно излагать свои мысли на бумаге, но и строго следовать требованиям формата письма, поскольку у нас письмо личное, соответственно, стиль письма должен быть неофициальный. Так вот, типичные ошибки как раз – это неумение излагать свои мысли на бумаге, несоблюдение стиля формата письма и смешивание стилей. Очень часто используют ученики речевые конструкции, характерные для деловых форм писем. Очень важно понимать, что если мы с вами говорим о неофициальном стиле, письмо другу, например, как в нашем формате, то, естественно, важно использовать именно разговорные структуры. Можно использовать сокращения и так далее. Не просто выполнять данные критерии, поскольку должна присутствовать полнота, последовательность ответа, разнообразие именно лексических единиц, правильность грамматики, орфографии и так далее. Поэтому очень эффективный набор слов и выражений, которые могут нам помочь сами это письмо написать. Вот теперь давайте мы с вами перейдем к рекомендациям. Очень важно выдерживать жанр, придерживаться лимита слов. Лимит слов 100-120, ни больше, ни меньше. Необходимо четко придерживаться структуры письма. Вот, например, мы говорим с вами, что это неофициальный стиль. Следовательно, важно помнить, что можно использовать краткие формы, там, it's, doesn't, wasn't, hasn't got и так далее. Далее, можно использовать числительные, которые выражаются цифрами, либо словами, либо сложные слова, какие-либо, is it going и так далее. Но важно понимать, что если мы используем с вами сокращения, то они будут считаться как одно слово. Если мы с вами используем числительные, то ли они будут цифры, то ли они будут написаны буквами, тоже будет учитываться как одно написанное слово. И сложные слова, is it going, например, тоже будут учитываться как одно написанное слово. И сокращение, например, email. Опять-таки, одно слово. Это важно понимать. Вот нам Евгения пишет 90-132. Уважаемая Евгения, 90 слов и 132 слова от общего объема, это плюс-минус 15%, возможно, допускается. Это составляет дополнительно плюс-минус, можно посчитать, 12 слов. Но если мы говорим о полном формате, где не будет этих 15%, то стандартно это 100-120 слов. Вот. Идем с вами дальше. Так вот, также структура письма. Можно условно поделить. Вот Ирина пишет, да, 89 уже проверки не поддается, 90 еще проверят, 32 еще проверят. Но сам формат это 100-120 слов. Там плюс-минус идет процентаж. Там 15%, это около 12 слов в плюс можно. Так вот, можно поделить условно на абзацы. Первый абзац. Адрес и дата. Адрес и дата мы с вами пишем в правом верхнем углу. Второй абзац. Это обращение и приветствие. Третий абзац. Это реакция на информацию друга. То есть, он написал, и ответ должен быть, что как вы рады получить от него письмо. Далее. Четвертый, пятый, шестой абзацы. Это уже ответы на три вопроса, которые мы с вами должны написать. Можно использовать, например, все три ответа и в одном абзаце. Главное, чтобы они были связаны между собой. Можно менять местами ответы. Опять-таки, главное, чтобы они были сказаны между собой. Поэтому или ученики пишут отдельно каждый абзац, да, или могут комбинировать. Например, в одном абзаце они написали первый и второй вопрос, а отдельно третий. Или, как я уже сказал ранее, можно использовать в одном абзаце полностью написать ответы на все три вопроса. Это допускается. Далее. Седьмой абзац. Это сообщение о желательности получения ответа. И восьмой абзац, самый последний. Это подпись. Адрес. Вот теперь давайте мы с вами рассмотрим, как это делать. Прежде всего, письмо должно быть логичным и связанным. Письмо должно быть лексически и грамматически грамотным. Итак, как писать? Адрес. Номер дома, название улицы, далее город, область, страна. Адрес можно писать и кратко. Название города, а затем название страны. Важно помнить, что необходимо адрес, еще раз напоминаю, писать в правом верхнем углу. И мы идем от меньшего к большему. Номер дома, название улицы, город, страна. Далее идет дата. Дату можно писать как цифрами. Например, 0, 4, 5, 17, неважно. Можно писать вот в таком вот порядке буквенно. Далее идет обращение. Обращение всегда ДИА плюс имя друга. Очень важно поэтому прочитать задание и понять, как зовут друга. Чтобы не было, что в задании его зовут Фрэнк, а мы пишем с вами Том. Вот Мария задает вопрос, можно ли писать любой другой город, не тот, в котором живешь. Конечно, можно. Поэтому вы можете писать любой город, который вам нравится, любой адрес. Можно писать сокращенно. Просто название города и название страны. Moscow, Russia. Это беспроходящий вариант. Написали, и это допускается. Никто этого проверять, естественно, не будет. Важно, чтобы ученик знал, как это пишется. То есть, должна быть выдержана структура. Далее, выражение благодарности идет. Например, Thanks a lot for your last letter. I was glad to get your letter. It was great to hear from you. Обязательно мы должны поблагодарить нашего друга за то, что он нам написал. Далее, мы извиняемся за то, что вовремя не ответили на его письмо. Например, Sorry, I haven't answered earlier, but I was really busy with my school. Прости, что он не ответил раньше, был очень занят в школе. Или, Sorry, I haven't written earlier, but... И дальше пишем уже причину. Далее, Sorry, I haven't been in touch for so long, but... И далее мы с вами пишем причину. Какая у нас оживленная дискуссия в чате. Да, коллеги, не забывайте, что это не эссе. В первую очередь, это личное письмо. Структура именно такая. Поэтому не нужно путать. У нас не ЕГЭ, у нас ОГЭ. Это пишут девятиклассники в конце. Поэтому данные фразы, которые сейчас представлены на ваших экранах, это своего рода клише, которые лучше всего прописывать в каждом письме, личном письме, неофициального стиля. Поэтому если личную информацию писать ученики не хотят, не нужно их заставлять. Достаточно краткого написания. Название города, название страны. Вот Ирина пишет, что вызвали клише. Замечательно. Тогда у учеников уже, скажем так, готовое написание и навык уже имеется. Тогда это большой плюс. Главное тогда правильно ответить на вопросы, которые задает друг в письме. Идем с вами дальше. Теперь ответы на вопросы. Есть три ключевых момента. это сколько вопросов, столько и ответов, соблюдение грамматической структуры и, как я говорил, необязательно отвечать на вопросы по порядку. Вы можете их менять местами, без проблем, это допускается. Главное ответить на все, не пропускать. Далее, как только мы с вами ответили на все три вопроса, далее нам необходимо вежливое завершение. И так далее. То есть, ну, мне уже пора идти, нужно сделать домашнее задание. Нужно идти, мама попросила помочь ей с ужином. То есть, опять-таки, вежливое завершение, можно давать, ну, как бы любую причину, которая вам больше нравится. Это как вариант. И обратная связь. Например, write back soon, take care and keep in touch, can't wait to hear from you и так далее. Обратная связь. В конце должен стоять знак вас к лица, не я. Это очень такой вот важный момент. Если его не написать, ученик может потерять балл. Далее. В конце письма мы пишем имя. В самом, в самом конце. Вот, например, можно написать завершающую фразу, обязательно я пропустил, прошу прощения. Это love, lots of love, best wishes и так далее. После нее должна стоять запятая, обязательно, после этой фразы. Если запятая, запятой не будет, можно потерять балл. На это стоит также обращать внимание. Ирина просит повторить про восклицательный знак. Смотрите, в обратной связи нужно поставить в конце именно знак восклицания. Рекомендация, скажем так. И имя. Теперь об имени. Завершающая фраза написали, поставили запятую, имя под этой завершающей фразой и имя пишем как обычно, но главное мы точку в конце не ставим. На это также стоит обращать внимание. Вот, например, задание. Получили письмо от друга, его зовут Том, 100-120 слов можно написать максимум. И далее идет у вас тема. Last summer my parents and I went hiking. To the mountains. Пошли в поход в горы. Прошлым летом мои родители и я провели там целую неделю и далее идут уже непосредственно сами вопросы, на которые нам с вами предстоит ответить. Итак, первый вопрос. How often do you take active holidays? Who do you think is the best company for you? What extreme sports would you like to try if any? And why? Пример написания. Вот адрес. Кратко. Ничего другого не нужно. Далее обращение. Благодарим за письмо. Извиняемся за то, что раньше не, скажем так, не написали. Далее акцентируем внимание на том, что он был в горах с родителями. Hope you didn't have accidents while hiking, к примеру. И далее отвечаем на уже на вопросы. Как вы видите в примере, у вас все три ответа на вопросы в одном абзаце. Это можно делать. Три абзаца, это если, например, мы акцентируем внимание ученика, чтобы ему было проще так написать, чтобы он точно знал. Ведь есть в силу своих индивидуальных особенностей, поэтому тут очень важно понимать, что можно и так, и так делать. Далее у нас с вами идет фраза, завершающая write soon love, and без точек. Вот такой вот пример написания данного задания. Поэтому очень важно обращать внимание на такие вот детали именно при оформлении, поскольку ученики могут терять те или иные баллы. что касается именно знака восклицания, это пунктуация. Там все будет у вас по критериям, если вы проверяете, будет зависеть от того, сколько именно ошибок допустил ученик и так далее. Просто главное обращать на это внимание, что есть, например, такие-то знаки пунктуации, их нужно ставить там-то, там-то, чтобы ученики уже имели представление непосредственно о формате. Ну что ж, вот такой вот вебинар у нас с вами получился. У нас получилась очень оживленная беседа, я даже не, к сожалению, не успевал следить за чатом, поскольку все очень быстро. И теперь давайте мы с вами подведем итоги. Итак, какие рекомендации оказались для вас полезными и почему? Не стесняйтесь, пишите в чате ваши комментарии, я некоторые из них постараюсь озвучить. Также, стоит ли переводить текст или важнее уловить общий смысл? И третий вопрос, какое из заданий ученикам, на ваш взгляд, дается проще всего? Как вы считаете? Тут Пираника соглашается со мной, я так полагаю, да? Чтение нам пишет Юлия, Виктория, Наталья, да? Про пунктуацию, про чтение. Да, вариантов на самом деле выполнения того или иного задания очень много, но опять-таки, вот нам пишет Мария, что ученикам проще всего дается письмо и аудирование, первое-второе задание. Но на самом деле сказать, что дается хуже или лучше, тяжело, поскольку все зависит от уровня подготовки у учеников и так далее. По поводу, вот я смотрю, всех беспокоит именно адрес. Уважаемые коллеги, давайте краткий адрес. Название города, название государства. Все. И не переживайте на этот счет. Краткий адрес допускается, поэтому ничего страшного, если вы напишите даже не свой город, ваши ученики, я имею ввиду, не свой город, главное свою страну написать. И все. Вот. Поэтому за это у вас баллы не снимут. Это то, что можно делать. Поэтому тут не переживайте. мы с вами именно в этом вебинаре рассматривали те или иные подводные камни, с которыми не только у учеников могут возникнуть те или иные трудности, но и у нас с вами, коллеги. Поэтому очень важно знать алгоритм выполнения заданий. Вот то, что мы сегодня с вами разобрали. Надеюсь, что вебинар оказался полезным. Я постарался как можно более детальней разобрать особенно письменную часть, именно как правильно написать личное письмо. Надеюсь, информация оказалась полезной. Также по поводу аудирований и чтений надеюсь тоже для вас было полезным узнать алгоритмы выполнения, на какие детали стоит акцентировать внимание учеников, чтобы им было проще данные задания выполнять. Ну что ж, надеюсь информация оказалась хорошей, доступной, детальной. Я благодарен за супер оживленную дискуссию. Мы не только с вами смогли пообщаться онлайн, но и также вы пообщались, уважаемые коллеги, между собой и также поделились своим опытом. Теперь я вам сейчас в чат отправлю ссылку на сертификат. И на ваших экранах пошаговая инструкция, как получить сертификат. Я вам через несколько мгновений еще продублирую данный сертификат, именно код к нему, чтобы все успели его скачать, поэтому не переживайте, ловите код для сертификата и еще раз говорю, у вас на экране именно как этот сертификат получить, пошаговая инструкция. Следите за обновлениями и расписанием наших вебинаров. В октябре их будет много, я надеюсь, темы для вас будут актуальны, поэтому регистрируйтесь. Спасибо за общение, за ваше внимание, удачи, уважаемые коллеги, и до новых встреч. Спасибо, что были сегодня со мной. До свидания.